Китайская марка Хавейл до сих пор давала своим моделям буквенно-цифровые индексы. Но теперь концепция нейминга пересмотрена, во всяком случае, на внутреннем рынке. Еще летом дебютировал кроссовер Хавейл Дагу, а вскоре появятся еще сразу две модели с собственными именами. Компактный паркетник Хавейл Чилиан в предсерийном виде показали еще в сентябре на пекинском автосалоне, а сейчас компания опубликовала некоторые подробности. Кстати, по-китайски Чилиан, первая любовь. Это романтичное название досталось наследнику известной в России модели Хавейл H2. В основе лежит модульная платформа, на которой уже построены Дагу и H6, от прежних тележек она принципиально отличается расширенным использованием высокопрочных стали и повышенной жесткостью силовой структуры кузова. Чилиан выглядит элегантнее предшественника, но на деле он заметно крупнее, чем H2, длина — 4472 мм, плюс 137 мм, ширина — 1841 мм, плюс 27 мм, а колесная база выросла до 2700 мм, плюс 140 мм. И только высота уменьшилась на 76 мм, до 1619 мм. Салон, с минимальным набором кнопок, виртуальными приборами и широкоформатным экраном медиасистемы, но примечателен он другими вещами. Первая — крупный и цветной проекционный дисплей. А вторая — камера DMS Driver Monotain System, которая расположена у основания стойки лобового стекла и отслеживает усталость водителя. Технической информации пока совсем мало. Известно лишь, что Хавейл Чилиан будет иметь полтора-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. Все подробности должны появиться совсем скоро, ведь старт продаж в Китае запланирован на конец ноября. А следом выйдет Хавейл Карнивал, более дорогой и богатый вариант модели Чилиан, который заменит собой кроссовер Хавейл F5. Сведений об этой машине пока совсем мало. Китайский Карнивал создан на той же платформе, что и F5 с колесной базой 2700 мм, да и габариты практически не отличаются. Длина — 4450 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1618 мм. Турбомотор мощностью полтора литра тоже единый. То есть самым значимым различием между моделями Чилиан и Карнивал станет интерьер, но его мы увидим позже. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, для того чтобы всегда оставаться в центре актуальных автомобильных новостей.